Друзья, всем привет! Продолжаю снимать рубрику Было-стало. И сегодня у нас с вами восьмая серия из этой рубрики. Вот сегодня речь пойдет вот о том пустом ящике. Все растения я сейчас вынула. Опять то же самое, как и вчера это проделывала. Отряхивала всю пыль, сдувала грязь с розеток. Но перья до сих пор и не выбрала. Вот перья, видите? Вот эти перья, это не ласточкиные и не воробьиные. Это те перья, которые для строительства гнезд носят себе птицы. Вот камушек, смотрите, это вот, он сегодня свалился, вчера его не было. Это все с крыши. Ну, караул. Караул. Но все равно я довольна, что хотя бы это у меня есть, что хотя бы вот такой мини-садик за окном у меня суккулентно имеется. Потому что если бы у меня была северная сторона, то, конечно, бы вот этого всего бы и не было. А, вот еще перо. Вот это точно, наверное, от ласточки. Вот. Сейчас мы из вот этой нюрки сделаем чингачгука. О! Хе-хе-хе! Ну, приступим. Ну, ладно уж, раз пошла речь о нюрке, значит, вот это эхеверия перл фон нюрнберг. Это розетка, не знаю, года два, наверное, ей. Вот она на такой длинной ноге. Я эту ногу ей не отрубала. В этом году я ее не пересаживала и не буду пересаживать. Вот, как я уже говорила, мне очень нравится сейчас такой вид у растений, когда крупная голова растет на длинной ноге. Ну, опять, длина этой ноги, она должна быть умеренная. Вот, если она уже будет нога длиной само растение, дальше будет голова, уже будет некрасиво. Ну, если здесь рядышком посадить еще две, такие же, и они тоже будут на ногах, то будет классно. Ну, перл фон нюрнберг, это как эхиверия пуледонис. Это классика суккулентной коллекции. Мне кажется, она есть практически у всех. Вот с этих эхиверий она розовая. И с этих эхиверий начинают свои коллекции новички. И даже не новички держат эту эхиверию из-за того, что она очень симпатичная. Ну, тянется она, но если ей сдерживать полив, то ничего себе, так нормальная розетка растет. Вот я вставлю фото, какой она у меня была зимой. Вот этой зимой. У нее был такой безумно красивый цвет, что просто вот я бы даже не сказала, что это перл фон нюрнберг. Просто она так мгновенно окрасилась. Это случилось тогда, когда я повесила вот эти юниелевские лампы. Конечно, вот этих ламп у меня мало. Сейчас у меня по одной лампе на полку. Летом я их не включаю. Но планирую к осени подкупить еще хотя бы по одной. Ну, не знаю, это загад не бывает богат. Планировать пока ничего не хочу. Но туда ближе к осени, может быть, через месяц. Я подумаю. Вчера я смотрела, кстати, цены на эти лампы. Я, помню, их покупала со скидкой примерно где-то то ли 870 рублей лампа, то ли 970 рублей лампа. Сейчас они на Велберрис уже по 1100 с лишним. Ну, примерно 1150. Короче, они подорожали, и скидки на них нет. Вот на все приходят скидки, приходят акции. А именно вот на эти лампы вообще никогда не бывает скидки, потому что товар востребованных, но они же тоже не дураки. Скидки делают на товар, который уже не нужен, на который стараются быстрее сбыть с рук. А вот с этими лампами это вот жду-жду эти скидки. То появляется эта лампа в наличии, то опять исчезает. То есть вот люди покупают, но цена не падает. Поэтому не хочу ничего загадывать. Если ничего не получится, то будем зимовать со старыми. Ну, с прошлогодними. Конечно, мало света на одну полку. Вот этой лампы 18 ватт. Очень мало. Надо почти что для идеального эффекта нужно две такие на мою полку, на одну полку. У меня их 8 и 4, 12. Вот 12 умножить на 4, ой, 12 умножить на 2. Это будет 24 лампы мне нужно, чтобы было все красиво. Но 24 лампы это хорошая сумма получается. Поэтому пока вот довольствуемся солнышком. Ну, вот это Перлфон Нюрнберг. Кстати, эта розетка, она у меня самая, наверное, первая из ахиверий. Да, я ее купила. Или нет, не самая первая. Нет, обманываю, не самая первая. Самая первая все-таки, наверное, была Полидониса. Там еще несколько. А Перлфон Нюрнберг, я за ней, помню, охотилась в то время, когда, ну, как и все новички, мне хотелось чего-то розовенького, красненького, яркого. И вот приглядела в интернете вот эту Нюрочку, и мне очень захотелось ее иметь. Долго я за ней охотилась, и потом я ее вместе с хавортями и с одной там красулой купила. Вот одну единственную хиверию, я помню, в ту закупку. Каждую закупку, вот помню, первую, первую, вторую, вот те начальные. Видимо, они столько эмоций вызывали, что вот запомнились, наверное, на всю жизнь. Следующий в этом ящике стояла на Компсеркс. Компсеркс, я его вам уже показывала во вчерашнем видео, вот у него вот эти цветочки были раскрыты, под раскрыты. Сегодня они свернулись. Вот я не знаю, вот с чем это связано. Они еще как бы до конца не распустились, не один. Но вчера вот решили раскрыться, чуть-чуть я вам показывала цвет вот этого бутона. И сегодня они, вот хотя солнечный день сегодня, сегодня они закрыты. Может быть, наоборот, в пасмурную погоду надо вот понаблюдать. У меня на Компсеркс первый раз цветет. Так, где же мне снять-то? Вот тут вот мне снять. Это она Компсеркс Санрайс Ред варигатный. Яркий такой, симпатичный. Ну, я про него уже рассказывала. Волосяночки там у него на стволе такие седые. Будто кошачьи. Ну, вот они прилипли к стволу. Даже вот они имеются на цветоносах. Вот, смотрите. Нарядное растение. Симпатичное. Яркое. Не огромное. Ну, такое вполне себе для комнатных полок самое то. Третье растение это Котеледон арбекулата. Гибридный. Есть арбекулата с круглыми листьями. У этого листики удлиненные. Но цвет не менее шикарный. И вообще... Ой. И вообще сами листья тоже не менее шикарные. Покрыты мощным налетом. Красная кайма. И такой он компактный кустик. Жирный, невысокий. Прям красавец. Вот это мой гибрид. Это мой экземпляр. Вот такой еще есть один на продажу. Налет прям очень мощный. Вот видно даже как полоса на листе. Налет соскребла когда-то чем-то. Вот такой красотун. Жирный, прижирный красотун. Вот там у него новые листочки лезут. Ну-ка, где получше будет видно. Вонни. Листья у него лезут попарно. Растут сразу два. В одну сторону, потом растут два и заворачиваются в другую сторону. И вот получается такая компактная розеточка. Необыкновенная, я считаю. Вообще очень красивый. Замечательный экземпляр. Ну, следующее это, конечно, королева моей коллекции Трампет Пинки. Уникальное растение. Уникальное. Такие листья интересные. Налет, цвет. Ну, все в ней прекрасно. Просто все. И я даже не знаю про нее ничего плохого нельзя сказать. Она не тянется. У нее прекрасный цвет. У нее форма листьев такая чудная. Ну, как будто хобот слона. Причем есть вот какие-то такие мутированные даже встречаются листики. Смотрите, вот. Не чисто хобот, а с каким-то носиком. Вот этой розетки уже сколько ей как у меня она уже где-то полтора года. Покупала я ее большим взрослым растением. Ну, как большим. По-моему, где-то была у меня фотка. Найду и вставлю. То, что было, то, что стало, конечно, не сравнить. Но все равно это уже была не детка. И, как сейчас помню, это до сих пор было самое дорогое растение в моей коллекции. Вот тогда я покупала ее. Вот именно это растение. Именно вот этот экземпляр я покупала за 2300 рублей. Это для меня, конечно, были ощутимые деньги, но мне ужасно хотелось этот вид. Я искала точно так же, как в свое время искала Пермофон Нюрнберг и потом нашла. И вот тоже нашла одну единственную вот эту эхиверию в продаже и купила ее. Прямо трусилась, пока мне не ответят, чтобы ее не забрали. Ну, вот она у меня. Что я могу про нее еще сказать? Она не капризная. Она не тянется. Она чудесная. Просто чудесная. Под лампами у нее налет бывает более мощный. Сейчас при уличном содержании все-таки там какая муха проползла. Где-то пыль, где-то ветер, где-то перо. Все это соскребается. Под лампами она имеет, конечно, идеальную форму. Вот здесь у нее листики на солнце где-то я видела подгорели чуть-чуть. Краешки, может быть... А, нет, не отросли. Вот, сейчас приближу. Смотрите, вот краешки коричневые. Это солнечные ожоги. Но только краешки. То есть весь лист даже никогда не обжегся. Ну, вообще, чудесная хиверия. Просто... Просто уникальная. Ну, вот она королева, конечно, я считаю, вот всей вот этой посадки. Все-все-все меркнет перед ее красотой. Ну, на мой взгляд, перед ее красотой и вот вообще видом, какой он интересный. обалденная. Горшок здесь 9 сантиметров. Я ее не переукореняла. Вот как посадила, так она у меня и растет в этом горшке. Но тревожить мне ее жалко. Меньший горшок я тоже, как вот хивери, шавианы пересаживала вон те в меньший горшок. Эту, конечно, я не буду трогать. Она будет у меня в этом горшке сидеть, потому что меньше горшок это будет означать, что листья будут касаться других розеток и внешний вид ее нарушится. Если ей дать еще больше горшок, она, конечно же, будет еще больше и краше. Но я, к сожалению, ей такого дать не могу. Мы с ней так друг друга любим в девятке. Да, что еще хотела сказать, то, что вот у этого вида изначально листики не растут сразу трубочками. Точно так же, как и на Баронболде и на всех бородавочных хивериях бородавки появляются не сразу. Точно так же и на этой только с моментом взросления розетки чем старше она становится, тем больше появляется трубочек. Ну, вот это уже видно, что старая розетка, трубочек на ней много. А на молодых розетках сначала, вот когда детка появляется из листа, у нее получаются сначала вот такие листья, именно вот такой формы. А потом уже эти листики со временем отсыхают, отмирают и начинают расти другие, и уже образуются трубочки. Друзья, этой головастой лошадке я забыла название. Что-то я помню связано с словом роза. Ну, вот такая роза. Название, конечно, подпишу, вспомню и подпишу обязательно. Ну, вот как-то вот ступор у меня последнее время с названиями. была она маленькая, красненькая, прям совсем крохотулечная, не знаю, наверное, сантиметра три была голова. Я ее посадила вот в этот горшок сразу, и она взяла силу и поперла, поперла. Ну, вот пока она у меня не была красная, я ее покупала, когда я ее покупала? Наверное, в январе или в декабре. Ну, что-то помню зимой, причем ранней зимой, не к концу, а ранней. Такая капустища получается. Прям обещает быть огромной. Я уже ее не поливаю, очень редко поливаю, прям совсем, когда листья начинают болтаться, становятся мягкими. Ну, вот вчера полила, потому что они были уже очень мягкие. Пересушивать тоже. не всегда хорошо. Но вот листья у нее такие плотные, жирные, что она их очень редко отсушивает. Просто становится вялой и все, но листья не отсыхают. Вот, допустим, если шавиану не поливать, то у шавианы сразу начинают, так же, как у иониумов, начинают сразу отсыхать нижние листья. А это, видимо, вот такого строения, как агавоидные. Очень нескоро у нее засохнет один лист. Вот, ой, по-моему, у нее еще ни разу не отсыхал ни один лист. Я что-то такого не помню. Такая красота. Я надеюсь, она будет потом красная при перепадах температур. Ну, пока вот такая, но все равно она симпатичная. форма у нее интересная. Куда-то вообще цвет пропал. Не знаю, камера мигает, ярче, тусклее. Что мне это совсем не нравится. Ну, все, иди обратно, мадамчик. Так, что у нас дальше? Дальше вот эту сейчас покажу. Так, это эхиверия рейнбоу-радуга. Это эхиверия с большой предысторией. Ну, как бы для вот этого растения, конечно же, это предыстория. Не просто вот я ее посадила, и она выросла. Я покупала ее сморщенным-сморщенным растением. Была такая половая тряпка вместо растения. Я посадила эту половую тряпку. Причем ствол был очень молодой. Это означало, что возможно, он и не примется. Ну, вот какая пришла она мне по почте, я ее посадила. Она, наверное, еще дней 10 чахла у меня в земле. Потом я уехала на работу. Приехала и увидела, что кошка снесла, залезла наша Багира, залезла поспать на мои растения и снесла ей точку роста. То есть точки роста у нее не стало. Мало того, что она не принялась, она еще вообще без точки роста и варегатные вот эти все листья были отломлены и все валялись. Ну, я уже так поняла, что надежды мне от нее не останется. и все-таки я потом опять, когда уехала на работу по приезду, я увидела, обнаружила, что она принялась и что у нее появилась в пазухе боковая почка. Не в точке роста, а на стволе рядом появилась почка. и вот эта почка с какого месяца? Наверное, с февраля или с января выросла вот в такую розеточку. То есть я ее сначала хотела дорасти, дорастить на этом стволе и оставить, и срубить, срезать ей макушку, а пенек этот оставить. Ну, вот недавно я ее пересадила, пару дней назад вот в этот горшок. Вот даже видно, смотрите, вот пенек и дальше прирост. Вот пенек этот, где была точка роста нарушена, и дальше уже она пошла боковым ответвлением. И вот я ее на этом пеньке и так и посадила. Ну, жалко мне ее стало рубить. Я так подумала, что она сейчас будет перебаливать. Опять она сбросит листья. Некоторые она примется, конечно, потому что стволик у нее такой же жестковатый. И корни она пустила бы быстро, но вот решила оставить ее на этом пенечке. Ну, пусть пока так посидит. Солнышко ее, конечно, подожгло немножко. Вот у нее обожжен один листик с правой стороны. Да что ж с ней отрезкости, а? Вот. И вот этот тоже обожжен, но ничего страшного. Цвет. Цвет она набирает при максимально ярком солнце и при перепаде температур она становится прям поросячьего такого малинового оттенка. Очень красивая. Очень. Но сейчас она вот выгорела, как ее давний предок Перлфон Нюрнберг. Это же варегатная форма Перлфон Нюрнберга. То есть вот это растение только варегатная. Это одна и та же одно и то же растение, только вот с присутствием варегатности. И поэтому у нее уже другое название, другое растение, соответственно другая цена. Растение замечательное. Тянется она точно так же, как Перлфон Нюрнберг. То есть если вы нашли общий язык с Нюрнберг, то можете себе уже смело покупать вот такую Рейнболу. Никаких проблем в ее выращивании нет. Максимум солнца, умеренный полив и все. И вот зимой, конечно же, осень-зима и весна до марта дополнительная досветка обязательно, иначе она вытянется в соплю. И тоже зимой очень редкий полив. И все, и будет вам с ней счастье. Ну вот, все, идет она на место. Следующим номером этой коллекции, этого ящика будет у нас Эхиверия Суен. Вот такая гигантела у меня выросла из одной маленькой розеточки, наверное, за два года. вот из такой, да нет, не из такой, меньше, что я, я сажала немного меньше она была. Не знаю даже, какая она была, но может быть вот такая. Вот, наверное, вот такую я розеточку сажала. Пришла она ко мне красненькая, такая яркая, ядреная. Ну вот, в моих условиях она выросла вот в такой куст. Причем этот куст изначально начал, как бы, закрестатился. я уже где-то ее показывала в каком-то видео. Вот он закрестатился. Вот здесь вот широкий ствол у нее образовался. Вот он. Потом этот ствол, ну вот, до этого момента она была крестатной. Потом этот ствол разъехался на три и потом эти три уже опять на три. Здесь вот по одному остались. Ну и крестатность ее пропала. И она просто стала таким массивным кустиком. Очень хорошо эта хеверия укореняется головами. Корни дают очень быстро. Буквально за две недели она у вас уже примется и будет расти и пойдет в рост хорошо. Тут вот какая-то даже варегатность появилась на листике. Я смотрю, дисклорофильный участок. Вот такой милейший кустик, интересный, яркий. бросается в глаза. красивый. Здесь была срублена голова, может быть две головы. И вот на этом месте какая-то хаотичная поросль. Ну, естественно, не крестатная, но просто большое количество скоплений розеток. Суен они все кустовые. Не бывает, чтобы суен росла одиночной розеткой, вот так, как, допустим, вот эта. Нет, ваша суен, даже если вырастет чуть побольше, она потом все равно превратится в кустик, рано или поздно. Так, все, это единое место, потом место я определю получше. Так, дальше у нас идет эхиверия марон. Вот такая она, такой загнутый шарик, тоже вот в сторону солнца сюда наклонилась. Теперь я ее поставлю наоборот, выверну. Вот так я ее поставлю. Ну, форма, конечно, изумительная. Шарик, колобок и вообще растение красивое, очень красивое. Именно из-за формы. Такой цвет болотно какой-то, оно будет с коричневатым оттенком. Тоже я сдерживаю его рост. Очень редко поливаю, точно так же, как и вон ту зеленую головастую. Не хочу я, чтобы она была гигантом. Вот я считаю этот размер и вообще вот эта форма, это прям идеал для нее. Красота же, правда? И муха ползает. Так, это эхиверия нанохокумени. Эта эхиверия с той закупки, о которой я снимала свое самое первое видео о корейцах. Вот начала она расти, ну прям так взялась тоже за рост, не поливаю, пересадила пару дней назад. И вот сейчас она примется и я ее посажу на водное голодание, потому что листья массу набирают, мощные становятся. И что-то нанохокумени уже не похоже, то есть она будет нанохокумакси. Цветоносик вот выбросила, причем уже цвела когда-то. Вот уже детку дала да не одну, а две и там третья вон лезет. Это тоже вот эхиверия и вот детка из вот той серии как вот эта эхиверия, которая плодит вокруг себя деток. Это субкурембоза лау и это тоже из этой серии. Но все минимумы они родят возле себя детвору. Вот такая розеточка вполне все миленькая. Должна быть она поярче. Сейчас она просто активно растет. А когда активно растут эхиверии, то они зеленеют. Вот я говорю, я сейчас ограничу полив и она начнет стареть. Когда она будет стареть, значит она будет ярче окрашена. Это эхиверия орион. Нежный такой сереневатый оттенок. На камере она другая, чем вот я просто глазами на нее смотрю через камеру. сиреневые у нее листья. Сейчас они коричневеют на солнце. Под лампами она будет сиреневый. Цвет конечно бывает розовинка в этой эхиверии, но больше сиреневый. Вот есть еще такой вид фиона. Вот та малинового цвета. Форма розетки, строение розетки все одинаковое, но цвет у той малиновый. Ну знаете какой, даже не знаю где показать. Ну что-то типа вот этого вот только полностью листья все вот эти полностью листья сиреневые, а те все полностью листья малиновые. Это гибрид полидонис так же как и фиона. Розетка не тянется даже без досветки. Вот на солнце она свернулась в колобочек. Без досветки она просто распрямит свои листья и будет так же расти, но тянуться она не будет. То есть вот длинная нога у нее такая допустим как вот перлфон нюрберг у нее эта длинная нога может быть образуется лет за 6 может за 7 потому что она практически не отсушивает листья всегда жирная всегда плотная всегда мощная и вот как вы ее посадили она просто будет наращивать вот этот лист это наверное единственный лист сухой за полгода честно туда его все красавица конечно она орион люблю орион фиона вообще все полидонис обожаю это вот тоже старушка моей коллекции это эхиверия шавиана стректифлора то есть двойной гибрид скрестили шавиану пингфрилс и стректифлору и получилась вот такая красота растение то же самое не тянется такая у него изящная форма красивый приятный цвет деток вот она рожает вот специально их даже не выставляю на продажу хочется мне чтобы они побыли с мамкой и такой пушистый кустик был хотя конечно нужно их будет потом отделять уже большие дети прям крупные тоже у них очень мощный налет у этого растения на листьях фиолетовый цвет розовая окантовка по краю листа это эхиверия очень можно сказать неприхотливая у меня я когда обрабатывала их в этом году от трипса я поливала все растения и сверху брызгала и почву поливала в общем максимально лила потому что нужно было сохранить вот оно тоже было очень грызенное и видимо влага попала в центр розетки и розетка начала гнить но это гниль остановилась то есть вот оно растение справилось с этим на стволе вот там в центре внутри не знаю может быть сейчас осталось это может быть нет то есть была чернота от листа и до ствола я потом поковыряла ничего нормально то есть эта гниль была сухая она даже потом скреблась каким-то острым предметом и все и мне не пришлось ее даже не переукоренять не срубать ей голову жалко конечно было бы сейчас бы она не была такой большой она цветет выпускает длинные цветоносы с розовыми цветочками симпатичная еще хотела сказать что в разных условиях содержания она бывает и сиреневый и розовый то есть это видимо зависит от грунта смотря какого состава у вас грунт видимо вот в более жирной земле она будет может быть даже розоватого оттенка у меня был такой один экземпляр он был розовый земля я уже не помню там какая была но вот недавно сравнивала фотографии и пришла к такому выводу что растение одно а выглядели они совсем по-разному и вот значит это вода то у нас одного одного состава значит было дело в грунте все горшки там приблизительно одинаковые были в то время ну вот та была ярче ну и друзья на закуску хиверия гера эта лошадка прет просто невозможно я ее практически не поливаю просто вот пытаюсь ей сдержать рост как могу она еще у меня изначально была посажена в девятку что естественно для меня в моих условиях плохо если бы она была посажена в маленький горшочек то конечно бы она сейчас была меньшего размера и душа бы моя радовалась а сейчас моя душа не на месте потому что она вот ну таким огромным лопухом уже выросла смотрите вот 9 сантиметров красивая она конечно красивая листья у нее так изящно загнуты здесь вот у нас ласточки тут вот у нас покакали это я все потом соскребала и переставила ее когда увидела пришла в ужас ну ничего она прям так все равно красавица вот что еще могу про нее сказать под лампами она у меня была прям бордовая вот такого цвета она была вот вот такого цвета она была под лампами но сейчас вот на солнце видимо видимо что-то ей прям очень хорошо если бы ей было плохо она бы начала краснеть надо видимо ее правда пересадить в меньший объем что тут у нас с землей а что с землей вчера я их поливала чуть-чуть но все равно я ей дала не очень много влаги так чтобы она просто не умерла а листья до сих пор у нее вялые и вот даже выпустила вон цветонос и все ей нипочем ну очень неприхотливая розетка не тянется вот точно так же как и вот эта розетка вот эта розетка тоже не тянется ну красивая она красивая вот если бы у меня была теплица или большой подоконник было бы мало растений я прям бы не нарадовалась на нее ну вот ее эти гигантские размеры меня прям уже страшат это эхиверия гера и скорее они приходят другие розовые как поросятки ну вот в наших условиях у меня вот такая получилась может быть у кого-то другая давайте сравним присылайте мне на ватсап свою геру я просто хочу поглядеть какая она вырастает у людей можно конечно по тегам зайти вбить какая она бывает но по тегам там тоже в основном корея идет вот эта сколько я не вбивала корея неукорененная либо вот только что укорененная еще не адаптированная а это совсем разные вещи ну вот за вот эту я знаю что цвет она набирает под лампами интенсивный цвет прям бордовый вишневый она у меня когда начала краснеть я прям очень рада была тогда она еще была небольшая а потом когда она видимо распушила свои корни и они начали потреблять много питательных веществ то она поперла как слон ну вот друзья это был вот этот ящичек это была наверное восьмая часть что у нас с вами там еще осталось ну так еще порядком у нас с вами осталось а вот тут у меня еще тряпочка лежит тут у меня пересажены недавно растения некоторые я их накрываю пока накрываю крестатку наконец свою вот эту пересадила ладно крестатки потом это будет следующее видео ну все друзья всем спасибо за просмотр пока-пока до новых встреч всем здоровья всем добра всем удачи и вам и вашим семьям и вашим растишкам до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...